Статья 7. Акты органов местного самоуправления, содержащие норму трудового права. Статья утратила силу. Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие норму трудового права. Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие норму трудового права. Статья 9. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке. В соответствии с трудовым законодательством, регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем заключения изменения дополнения работниками и работодателями коллективных договоров в соглашении трудовых договоров. Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантии работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими норму трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению. Статья 10. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие норму трудового права и норму международного права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены другие правила, чем предусмотрены трудовым законодательством и иными актами, содержащими норму трудового права, применяются правила международного договора. Статья 11. Действия трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, регулируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, также применяются к другим отношениям, связанным с использованием личного труда, если это предусмотрено настоящим кодексом и иными федеральным законом. Все работодатели, физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности, трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работниками, обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. В тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, таким отношением применяется положение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. На территории Российской Федерации правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами лицами без гражданства, либо с участием международных организаций иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников – руководителей организаций, лиц, работающих по совместительству, женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи и других – устанавливаются в соответствии с настоящим кодексом. На государственных, гражданских, служащих и муниципальных, служащих действий трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и нормативными правовыми актами субъектов РФ о государственной, гражданской и муниципальной службе. 3. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие норму трудового права, не распространяются на следующих лиц. Установлены в настоящем кодексе порядки, они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей. 4. Военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы. 5. Члены советов директоров наблюдательных советов организации за исключением лиц, исключивших в данной организации трудовой договор. 6. Лица, работающие на основании договоров гражданского правового характера. Другие лица, если это установлено федеральным законом. 7. Действия трудового законодательства и иных актов, содержащих норму трудового права во времени. 8. Закон или иной нормативно-правой акт, содержащий норму трудового права, вступает в силу со дня указанного в этом законе или ином нормативно-правом акте, либо в законе или ином нормативно-правом акте, определяющем порядок введения в действие акта данного вида. Закон или иной нормативно-правовой акт, содержащий норму трудового права, либо отдельное их положение прекращает свое действие в связи с истечением срока действия, вступлением в силу другого акта равной или выше юридической силы, отменной признанием утратившим силу данного акта, либо отдельное его положение актом равной или выше юридической силы. Закон или иной нормативно-правовой акт, содержащий норму трудового права, не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. Действие закона или иного нормативно-правового акта, содержащего норму трудового права, распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, лишь в случаях, прямо предусмотренных этим актом. В отношениях, возникших до введения в действие закона или иного нормативно-правового акта, содержащего норму трудового права, указанный закон или акт, применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. В действии коллективного договора соглашения во времени определяется их сторонами в соответствии с настоящим кодексом. Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия ругодателем, либо со дня указанного в этом локальном нормативном акте, применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. В отношениях, возникших до введения в действие локального нормативного акта, указанный акт, применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Локальный нормативный акт, либо отдельное его положение, прекращая свое действие в связи с истечением срока действия, отменой, признанием утративших сил данного локального нормативного акта, либо отдельных его положений другим локальным нормативным актом. Вступление в силу закона или иного нормативного акта, содержащего норму трудового права, коллективного договора, соглашения, в случае, когда указанный акт устанавливает более высокий уровень гарантии работникам по сравнению с установленным локальным нормативным актом. Статья 13. Действия трудового законодательства и иных актов, содержащих норму трудового права в пространстве. Федеральный закон и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, содержащие норму трудового права, действуют на всей территории Российской Федерации, если в этих законах и иных нормативно-правовых актах не предусмотрено иное. Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие норму трудового права, действуют в пределах территории, соответствующего субъекту Российской Федерации. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, содержащих норму трудового права, действуют в пределах территории, соответствующей муниципальному образованию. Принимаемый работодателем локальный нормативный акт действует в отношении работников данного работодателя, независимо от места выполнения им работы. С. 14. Исчисление сроков. С. 14. Исчисление сроков.